поздравляю с днем рождения желаю счастья в личной жизни так ромка заехал бленто опять полный стол на 8000 с учетом скидки здесь конечно покупалась еще и на работу завтра у него день рождения он будет проставляться на работу у них по традиции он сюда берет две упаковки профитролей и две упаковки копченых крылышек так что это как бы не в семью как всегда мука маков обожаю ее только с ней готовлю попросила купить ромку филе индейки пони филе а ну индейка там хочу перекрутить и смешать со свининой и я знаю что у меня мама она перекручивает куриное мясо со свининой и точно также используют и в пельмени и во все все дела то есть тоже хочу попробовать попросила ромку купить сердечки печенку как обычно и всегда их тушу вкусно и полезно у нас закончился фасоль горох на пустой холодильник пустые у нас полки в ящиках в общем будем готовить гороховый суп и прочее прочее накупил себе носков купился перчатки смотрю потому что они сейчас делают полы перчатки мочи не очень нужно стекловат уложит хлебушек попросила купить мне курагу и темный изюм знаете честно говоря мне от конфет уже дурно я даже не хочу их пробовать а вот курага заходит с чаем профитроли маленькая упаковочка нам яйца тоже нам будем готовить с вами попросила купить тонкий лаваш хотел большой чтобы он не купил но почему-то маленький круги купил хотел сделать шаурму не знаю получится или нет для этого же попросила и как ее называют морковь по-корейски тихо тихо бананы грибочки как обычно попросила купить кукурузу горошек часто делаем с ними салатики всякие разные вот купил мне мутант огромную пекинговскую капусту люблю я из нее салаты последнее время как всегда красненькая наша как всегда рис кругозерновой меня вполне устраивает картофель купил почем он сейчас килограмм свеклу купил ворщи варить яблочки немножко просила купить его вот такой сыр он мне очень нравится завтра будем печь с вами тортик для ромки соль обычная вот такую пепра очень люблю вот она же такая же для курицы такая для шашлыка очень хорошая ванилин разрыхлитель ромка не покупают много потому что знает что я часто готовлю колбаска саша нас любит копченую колбаску мы просто бутерброды едим вот такую вязанка очень хорошая колбаска никогда на щупок пока что она еще ни разу нас не подвела творог завтракаем нами без скидки поэтому 1 пачка молоко кетчуп как всегда вот такой вот мой мой ромок стоял сегодня него была скидка очень уж он мне понравился отлично заходит кстати брали махеев сметаны он не такой а вот этот вот очень мягкий вкусный и знаете в нем не так много кислоты как в обычных майонезах так ну что еще маслица осталось мы им таким пользуемся очень вкусно и хорошее масло него такой очень приятный сливочный вкус ну что кажется все показала полный стол как обычно разделила я купленное ромкой мясо здесь в основном бедро индейки и обрезки я сейчас это все перекручу меня будет фарш на пельмени там посмотрим для чего кричишь ты рыцарь круглого стола так этот я кусочек оставил чистой свинины потушить с картошечкой мальчишками так но вот эти вот красивые кусочки я разрезала поперек волокон и думаю наверное завтра я их замариную соевым соусом с горчицы и пожарим на гриле если ромка захочет конечно вроде бы пятница можно немножко повыпендриваться и в то же время день рождения почему бы нет сначала я хотела налепить мантов манты но потом думаю раз вот мяско нам фартанул и почему бы и нет в общем завтра посмотрим по настроению получился у меня полная чашка вот такого фарша свинно индюшачева надеюсь он не будет до сну сухой как бы здесь все-таки свинина она жирноватая индейка считается диетическим продуктом но в то же время бедро возможно будет не так как это сухо сейчас вот разложу в три пакетика и уберу морозилку быть меня смотрит какая-нибудь молодая хозяйка может быть она возьмет себе на заметку я когда вот так фарш перекручиваю у меня без лука до всего просто чистое мясо потому что если вдруг он залежится в холодильнике и внутри уже будет накручен лук и чеснок потом у него будет неприятный запах такое ощущение старости какой-то вот поэтому у меня просто чисто перекрученное мясо фарш и я его вот так вот расплющиваю и прям также положу в морозилку так она потом быстрее разморозить чем большой круглый комок в общем может кому-то пригодится все это в морозилку для будущих пельменей мант начинается у нас новый день сегодня у мужа день рождения ему исполняется сорок четыре годика сейчас мы с волосикой будем готовить всякие вкусняшки на праздничный стол вставлю сейчас кадры ромка но как я уже говорил прошлом блоге он у меня очень как это сказать практичный человек он из подарков не любит какие-то там допустим глупости назовем так он себе выбрал в прошлом блоге показывала обувь зимнюю хорошую кожаную и он себе еще выбрал обувь но в качестве подарка но уже такую домашнюю чтобы допустим снег чистить или еще какие-то дела делать когда прохладно стоят они порядка 800 рублей но такие хорошие сапожки сейчас там пока посмотрите как он их примерял ну а что мы будем дарить нашему папе роме это свою любовь и ласку собрались мы сейчас володе дайте хотя бы до пятерочки и так сказать ну купить то что он любит допустим вкусный шоколад допустим пиво его любимое собрать какой-то мужской пакет из ноги летают но посмотрели на градусник на улице решили что мы никуда не пойдем на улице почти минус 20 и ветер очень сильный буквально три дня тому назад нас заметала из капитальных сугроба у нас почти по самые почти на уши чуть ниже пояса на санках очень тяжело проехать еще этот морозы сейчас наступили короче говоря трындец полный но в общем поздравим его вкусным ужином так хватит болтать возьмемся готовить время нас не резиновое так что причем как его называют тортик это будет бисквит на основе какао там вообще на основе он сделан красного бархата постараюсь если не забуду раскладку записать или закрепить скрин очень многие его спрашивают последнее время я очень часто готовлю вот такие вот бисквиты не знака неправильно называется на основе красного бархата единственное что меняют цвета или допустим наличие или отсутствие какао если добавила больше пока сейчас все это перемешаю очень хорошо положу форму вылью точнее выставленную пекарской бумагой и в духовочку но и сейчас спрашивала что они хотят на ужин точнее ромка предложила манты стейки или пиццу додо заказать он стал выбирай сама но я подумала что стейки нас такие жуткие сугробы на улице чтобы докопаться до мангала это короче говоря ромка потратит на пол вечера своего дня рождения поэтому я решила я приготовлю манты сегодня на его день рождения с тортиком завтра мы едем в балаково я мы закажем пиццу додо который очень уж хочет саша и там уже как она немножко погоду наладится уже пожарим стейки ладно буду готовить так решила к шоколадному торту сделать вишневый конфитюр это здесь сейчас меня ягодки разморожить разморозится сахар и крахмал будет в общем попробую делать его будут второй раз жизни но не знаю что выйдет вообще сочетание шоколада и вишни я считаю на очень удачная и достаточно вкусная дополняет они друг друга так ну что грамм стуна и сахара я взяла на глаз и столовую ложку крахмала уже кает на маленько-маленьком огоньки добавила я к вишне смесь каковую крахмала и сахара посмотрим как у меня получится на вид 1 компьютерчик так испекла я свой бисквит на камере он такой черный по настоящему знать такой вот шоколадной на вид как всегда у меня вот эта вот вулканическая шапка или как это правильно называется лопнул вроде бы на маленькой температуре его пекла но в общем все равно знаете я не унываю вся что ровная часть пойдет на торт а вот эту первую часть я срежу измельчу и сделаю пирожное картошка получается очень вкусно это я уже знаете на красном бахате научилась приноровилась бисквит отдыхает в пакетике уже я сейчас делаю крем чиз сливочки жирненькие сыр творожный и сахарная пудра у меня есть наверно пол пакета может чуть побольше приступим а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вкусно? Вкусно. А тебе вкусно, Милыч? Милыч всегда вкусно. Все ягодки уже смолкался. Володька с папироминого кусочка. Сейчас он уже берется за общий торт. Саша оценивает. Пробуй. Вкусно очень. Ты уже попробовал? Вкусно? Да. Точно-точно? Ну как? Сладко. Сладко уже радует. А на вкус как вишня? Вишня вкусная очень. Торт удался.